Здравствуйте друзья, это видео я решил сделать по горячим следам сразу после обзора бюджетного мини УПС постоянного тока на двух литий-ионных аккумуляторах 18650. В ходе теста на разряд я увидел на выходе бесперебойника значение напряжения в 2,39 вольта, что ниже минимума для стандартных аккумуляторов 18650, которые составляют 2,5 вольта. На основании этого я сделал вывод о отсутствии защиты от глубокого разряда. После публикации видео в его обсуждении на моем телеграм-канале я подсмотрел в одном из комментариев простой и очень наглядный способ проведения еще одного теста, который точно покажет есть тут защита от глубокого разряда или нет. Ссылку на первую часть вы найдете в описании, в ней все подробности про этот бесперебойник. В этом видео показан только повторный тест на разряд. Для проведения тестирования я собрал вот такой тестовый стенд. Для этого мне понадобился лабораторный источник питания, ссылку на него вы также найдете в описании под видео, и мультиметр. Идея заключается в том, чтобы вместо аккумуляторов на время тестирования подключить внешний источник питания. Для этого я подключился к контактам, которые находятся в холдерах. Теперь, плавно понижая напряжение на источнике питания, я буду эмулировать разряд аккумуляторов, что даст мне возможность посмотреть, как на это будет реагировать бесперебойник. До этого я подключил мультиметр к его выходу. Напомню, что у меня модель на 5 вольт, существует еще и версии на 9 и 12 вольт. Наблюдая за показаниями мультиметра, будет понятно, какое напряжение выдает бесперебойник и будет ли он отключать аккумуляторы при глубоком разряде. Тестирование начнем с напряжения на аккумуляторах 4,2 вольта, полностью заряженных. На выходе бесперебойника напряжение 4,96 вольта, работает повышающий преобразователь. Начинаем понижать напряжение, как это будет происходить и в реальности, при разряде аккумуляторов. На выходе бесперебойника напряжение остается в пределах 4,96-4,97 вольта. Прошли порог в 3 вольта. При значении в 2,5 вольта повышающий преобразователь отключается. Напряжение на выходе упало до 2,32 вольта. 2,4 вольта, на выходе бесперебойника напряжение начало плавно снижаться. Это уже работа защиты, которая отключает аккумуляторы. С подключенной нагрузкой напряжение снизится в ноль намного быстрее. Аккумуляторы сейчас отключены от выхода. Защита от глубокого разряда тут все-таки есть. Начнем повышать напряжение на аккумуляторах. Что будет происходить при их зарядке. Выход включается только при достижении порогов 3 вольта. Работает повышающий преобразователь напряжения 4,96 вольта. Далее оно будет неизменным во время всего процесса заряда аккумуляторов. Этот тест показал, что при падении напряжения на аккумуляторах до 2,5 вольт, бесперебойник отключает повышающий преобразователь, а затем, когда напряжение падает еще ниже, отключает аккумуляторы. Таким образом достигается защита от глубокого разряда, которая приводит к преждевременному выходу аккумуляторов из строя. Включение преобразователя и подача напряжения на выход бесперебойника произойдет только при достижении напряжения на аккумуляторах порогов 3 вольта. Это однозначно можно отнести к достоинствам устройства, можно не беспокоиться о том, что бесперебойник за несколько циклов разряда полностью убьет ваши аккумуляторы. На этом все, если видео было вам полезно и интересно, ставьте лайки. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры и уроки. В описании вы найдете все нужные ссылки и на устройства показанные в видео и упомянутые обзоры по этой теме. Кроме этого, вы найдете ссылки на мои соцсети, телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу общения по умному дому, поделенную на тематические ветки. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!